5 июля представители законодательной и исполнительной власти Донецкой Народной Республики обсудили вопросы перехода в государственную собственность ДНР имущественных комплексов. Этот процесс достаточно непростой, он требует времени и решения множества сопутствующих вопросов. Фондом государственного имущества был подготовлен проект – порядка проведения инвентаризации, оценки и определения компенсации при переходе в государственную собственность ДНР имущественных комплексов. Для начала нужно провести полную инвентаризацию, чтобы определить, что принадлежало ранее частным лицам, что было в государственной собственности, а только после этого будет определяться порядок и расчет компенсации собственникам. В общем-то, процесс, конечно, сложный, потому что не все люди заинтересованы в этом. Мы работаем, стараемся, чтобы все получилось у нас. В комитет нередко обращаются предприниматели по поводу судьбы их контейнера или торгового ларька, за который они в свое время отдали администрации рынка определенную сумму денежных средств. При этом в качестве доказательства в лучшем случае предъявляются товарные чеки, подтверждающие расходы предпринимателя. Чему же приводит такая ситуация? Администрация рынка за счет предпринимателей приобрела и установила на рынке торговые объекты, но при этом фактически и юридически собственником этих объектов является собственник рынка, который, как это нередко бывает, находится в Украине. Именно поэтому комитет будет разбираться в вопросе собственности конкретно по каждому рынку и приглашает к диалогу всех предпринимателей. Цель этого круглого стола сейчас создать рабочую группу, которая будет заниматься разработкой и доработкой документов о инвентаризации и компенсации собственникам рынков подонационализации. В заседании круглого стола приняли участие представители профильных министерств, генеральной прокуратуры, а также представители государственного предприятия рынки Донбасса. В ходе мероприятия участники обобщили все поступившие предложения, в том числе от профильных министерств и подготовили окончательный порядок для его утверждения Советом министров ДНР.